всем привет друзья привет привет папа привет привет друзья сегодня мы делаем домашний йогурт соня сама его будет делать у нас есть йогуртница вот мы этот йогурт уже делаем очень давно уже несколько лет рецепт у нас не меняется вот мы испробовали все и на этом рецепте остановились да сонечка йогурт получается очень вкусный густой при густой нам он очень нравится соня правда пока у нас его не кушает но мы с папой его хорошо едим надеемся и соня скоро начнет его есть ну начинаем что нам для этого надо мы согрели молоко скипятили даже его молоко сколько там у нас литр молока мы туда уже добавили в теплое молоко 10 ложечек чайных сахара сейчас мы добавляем сливки пока молоко горячее мы добавляем сливки стерилизованные их кипятить не надо мы на литр молока добавляем получается 400 миллилитров сливок добавить 20 процентные сливки как у нас то йогурт будет очень густой если 10 процент то будет менее густой но все равно достаточно густой когда сделаем мы покажем вам насколько йогурт густой в качестве закваски используем обычный питьевой йогурт нам нравится вот такой здесь у нас персик манго дыни разный здесь мы уже пробовали нам больше всего нравится можно конечно покупать и закваску любит соня да йогурт можно конечно закваску покупать закваски продаются в аптеках и в магазинах но мы почему-то вот уже остановились на йогурте питьевом вот именно с фруктовыми с разными такими интересными вкусами и сейчас мы это вам покажем как мы делаем добавляем сливки стерилизованного молоко деревенское нам привозят из деревни не не бабленная поэтому у нас йогурт получается очень жирный а если бы сливки не стерилизованные были мы бы их тогда кипятили вместе с молоком сейчас все размешаем и добавим молодец соня аккуратненько размешала добавляй сонечка йогурт йогурт получается очень вкусный из-за того что там кусочки фруктов есть аромат такой хороший замечательный утрой получается да потом будем сейчас размешаем хорошо будем разливать по баночкам делается он конечно долго 8 часов зато результат обалденный обязательно нужно остудить в холодильнике когда он будет вкуснее сразу после того как он готовился в йогуртнице он не очень вкусный обязательно нужно поставить в холодильник хотя бы пару часов чтобы он остыл и тогда он будет очень вкусный у нас папа специалист по йогурту он всегда у нас делает а соня всегда ему помогает видите жидкий йогурт папа через восемь часов маленько неправильно рассчитали немножко немножко не хватило да ну чуть-чуть совсем ничего страшного вот так закрываем крышечками закрывать не надо сонечка иди нажимай кнопочку сейчас будем время выставлять на йогуртнице мы ставим восемь часов нажимаем еще нажимаем еще один все теперь сюда вот умница друзья мы дождались когда закончится восемь часов наш йогурт уже готов сейчас мы вам покажем что получилось красиво какой вкусный посмотрите даже видно какой он густой видите вот посмотрите видите ложка стоит видите вот она вот видите какой он получился какой густой красивый выглядит правда а какой вкусный вы просто не представляете объедение ну все всем пока пока друзья пока пока до новых встреч в следующих встреч